Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. За верность родине и традициям Анапское районное казачье общество получило высокие оценки от старших наставников и главы города. «Строить нельзя снести». Где поставят запятую – решит суд. Продолжение резонансной истории строительства на большом утрише. Анапских казаков сегодня называют лучшими в России. История создания районного общества началась четверть века назад. В конце прошлого года праздновали юбилей, а накануне прошел отчет Атамана и вновь самые высокие оценки от представителей Кубанского казачьего войска и главы Анапы. Отчет можно было и не проводить. Итоги подвели во время празднования юбилея. Но традиции и порядок превыше всего. Это отличительная черта анапского казачества. А еще надежность и воинский дух. В самую трудную минуту я могу на них положиться. Так было во время крымской операции. Они стояли на Чангаре, перекрывали границу, чтобы не пришли бандеровцы на территорию полуострова. Не устроили там беспорядок. И не сорвали референдум. Но когда в Симферополе ситуация накалилась, когда там был главный избирательный участок, надо было охранять Верховную Раду. И совет министров, мы казаков анапских, как надежных, сняли с Чангарой, направили в Симферополь. Они охраняли, так сказать, центр государственный. Сегодня в рядах анапского общества без малого 2200 человек. Они несут все виды государственной службы, предусмотренные для казачества по закону. В том числе и охрана государственной границы, оказание содействия соответствующим структурам пограничным в охране госграницы. Это тоже очень важно, потому что другие районы общества в силу своей расположенности не имеют таких дружин. Дальше. Отличники по охране общественного порядка. Очень серьезно поставлена работа. Одна из самых организованных и мощных дружин. Особое внимание к вопросам работы с молодежью. Это и военно-патриотические мероприятия, и спортивные соревнования, где Анапа всегда занимает лидирующие позиции и наставничество в казачьих классах. Воспитание достойного поколения – одна из главных задач. Мы не для кого-то же делаем, а для себя. Мы отвезли детей отличных от кадетских казачьих классов в город-герой Волгоград. Перед этим это в Севастополь, Василий, а еще перед этим в город-герой Керчь. То есть мы уже на карте ставим флажки, где мы побывали. На следующий год хочу замахнуться на город-герой Брест. Прям хочется мне наших детей туда отвезти и оказать эту бедную крепость. Глава Анапы дал высокую оценку участию казаков в жизни города. Сергей Сергеев отдельно отметил необходимость обеспечить безопасность на территории муниципалитета и пресекать на корню все попытки дестабилизации обстановки. Самое главное, чтобы у власти было понимание необходимости, я подчеркиваю, необходимости поддержки казачьих традиций и самого казачества. Чтобы влияние казачества проникало во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в экономике. Один раз спасибо хочу сказать за охрану общественного порядка. Это тоже тема для того, что мы будем продолжать это делать. И вот сейчас мы обсуждали и в президиуме, и у меня есть убеждение, что за это надо платить. Бесплатно ничего не бывает. Если мы будем платить, то у нас появятся профессиональные казачьи. Пусть они будут добровольные называться, пусть будут профессиональные, как угодно пусть называются. Но у нас будет прежде всего порядок, покой. И мы будем уверены в том, что на нашу территорию не придет никто с грязными крамольными мыслями. Спасибо вам за работу. Поздравляю вас с наступающим государственным, самым большим нашим праздником. Днем Победы. И вновь в центре внимания резонансное строительство на Большом Утрише. Служба судебных приставов выехала на место, чтобы пресечь какие-либо строительные работы на объекте. Собственники не согласны с таким поворотом, утверждая, что возводят на берегу моря некапитальное строение. Судебные приставы фиксируют, что на объекте ведется работа в то время, как весной 2016 года суд запретил осуществлять строительство на данном земельном участке. О решении суда собственников уведомляли не раз. Судебные приставы неоднократно приезжали на объект, где, как говорят юристы, иные лица ведут строительные работы. Многие являются гражданами Украины без разрешения на работу в России. Проводятся исполнительные действия. Я вам рекомендую не мешать. Ты что, не понимаешь, что ты говоришь? Зачем мы все разговариваем? Троим гражданам, указанным в исполнительном листе, предписано заплатить исполнительский сбор по 5 тысяч рублей с каждого. Максимальный штраф для работников в этой ситуации до 2,5 тысяч рублей. Судебный пристав исполнитель, выйдя по данному адресу, обнаружил о том, что на данном объекте ведутся работы, чем нарушается решение суда. И в настоящий момент составляются протоколы об административном правонарушении, отбираются объяснения. И мы ждем собственника, который должен подъехать, пояснить нам, почему, собственно, это решение суда не исполняется. Представитель собственника утверждает, что закон не нарушен. По его словам, исполнительный лист распространяется только вот на эту бетонную конструкцию. В документах она фигурирует как септик, вспомогательный объект. Он показывает, что никаких работ там не ведется. Приехавший владелец участка демонстрирует решение суда, которое было вынесено осенью 2016 года. Объект, где ведутся работы, является некапитальным. Так же, как, например, веранда или ларек. Я протестую, что у меня ведется строительство. Это не я придумал, это суд решил и так далее. Что это движимое имущество, оно не подходит под исполнительный лист вообще. Поставить точку как в строительстве, так и в исполнительном производстве может только суд. В службе судебных приставов подчеркивают, они намерены систематически выезжать на стройку с сотрудниками полиции и миграционной службы. На финишной прямой Анапа продолжает готовиться к курортному сезону и предстоящему празднику Дню Победы. Все масштабные благоустроительные работы уже завершены. Осталось привести в порядок отдельные небольшие участки и, что называется, навести лоск. На набережной в районе санатория Старинная Анапа сотрудники Римстроя ведут работу по монтажу тротуарной плитки. Здесь предстоит уложить около 100 квадратных метров. Новый тротуар пройдет вдоль Липовой аллеи, которая была заложена на Всекубанском субботнике перед майскими праздниками. А на Театральной площади идет монтаж дополнительной сцены в 40 квадратных метров. Она станет дополнением к Центральной, на которой развернутся мероприятия, посвященные 9 мая. Еще одна сцена установлена в сквере Гудовича. Здесь в День Победы будут работать интерактивные площадки. И здесь же специалисты зеленстроя высаживают рассаду ярких цветов. Их будет 1300, и они станут настоящим украшением парка в эти праздничные дни. Параллельно идет покос травы и облагораживается территория всего парка. Еще одно благоустройство зоны отдыха завершается в районе пенсионного фонда. На ее создание ушло почти 300 квадратных метров плитки и бордюрного камня. Специалисты уже завершают укладку. Завтра за дело примется зеленстрой. Здесь будут высажены саженцы деревьев. Кроме этого, уже установлены и покрашены лавочки и урны. Уже в эти выходные дни жители близлежащих домов смогут насладиться новой комфортной зоной отдыха. 6 мая анапчане примут участие в легкоатлетической эстафете. Эта традиционная акция проводится в Анапе уже не первый год и посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие мероприятия начнется у стела «Город воинской славы» в 10 часов. Там же будет отмечен старт и финиш. Команды из общеобразовательных и спортивных школ Анапы, студенты высших учебных заведений, а также жители и гости города-курорта пробегут почти 4 километра. Принять участие в эстафете приглашаются все желающие. В этом году мы ожидаем большее количество, потому что поставлена определенная задача, чтобы привлечь как можно больше населения в данных соревнованиях. Конечно, это мероприятие у нас популяризация не только спортивных мероприятий, но и именно патриотического воспитания. Патриотическое воспитание молодежи, где мы их соприкасаем с историческими данными, что наши спортсмены Великой Отечественной войны также сражались в боях, выполняли боевые задачи, которые достойны уважения и памяти. В связи с проведением мероприятия 6 мая с 7 до 15 часов будет временно прекращено движение всех транспортных средств, частично по улице Ленина, Пушкина, Горького, а также на части улицы Черноморская и проспекта Революции. Анапу посетили известные журналисты, публицисты Анатолий Вассерман и телеведущий Первого канала Максим Шарафудинов. Они побывали на медиафоруме молодых журналистов в Федеральном детском центре СМИНА. Известные журналисты провели для ребят мастер-классы, рассказали о секретах и тонкостях профессии. С Анатолием Вассерманом юные журналисты поговорили и на общие темы – политика, культура и современная молодежь. А Максим Шарафудинов раскрыл несколько секретов работы диктора – как держать себя в кадре, как побороть волнение и как работать с суфлером. Яркие впечатления от встречи остались не только у слушателей, но и у спикеров. Вопросы интересные, содержательные. Ну и, кстати, те вопросы, что были посвящены мне лично, показали, что люди хорошо готовились. Ну что можно пожелать? Работать, накапливать опыт и, главное, постоянно сверять ожидаемые результаты с тем, что на самом деле получилось, ибо именно обдумывая причины расхождения, мы узнаем, в каком направлении надо совершенствоваться. Есть здесь уже абсолютно адекватные, реальные, сформированные именно журналисты, которых, по сути, даже как-то обтачивать не нужно. То есть они являются уже какими-то самородками, то есть благодаря тому, что они имеют природную какую-то наблюдательность, заинтересованность и, в первую очередь, наверное, все-таки любопытство. Вот это помогает им становиться такими, какие они есть. Всего в форуме молодых журналистов приняли участие более 500 ребят со всей страны. Они занимались по пяти направлениям – интернет, телевидение, радио, фото и печатная журналистика. Лучшие в каждом направлении получили дипломы и статуэтки. Весна, пора работать на свежем воздухе. Сейчас самое время уделить внимание растениям и плодовым деревьям, обустраивать дворы, сады и приусадебные участки. Все для этого есть в хорошо знакомом анапчанам магазине «Алмаз» на улице Толстого. Май, пожалуй, самое ответственное время для садовода. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены необходимые весенние работы, зависит здоровье и внешний вид сада в течение всего сезона. Большим подспорьем станет ручной садовый инструмент. Секаторы, кусторезы, ножовки, пилы – как отечественного производителя фирмы «Зубр», так и европейских, известнейшей фирмы «Фирскас» из Финляндии, а также германских, мексиканских и китайских производителей. Не обойтись при возделывании земельных участков и без поливочного оборудования. В магазине «Алмаз» продается все для капельного полива, а также шланги ведущих производителей России, Италии, Польши, катушки для шлангов, фитинги, пистолеты, поливочные установки, опрыскиватели, пневматические, гидравлические и электрические на аккумуляторе. Стоит позаботиться не только о форме, но и о содержании. Качественные семена – залог богатого урожая. Здесь можно приобрести семена садовых и овощных культур, а также удобрения и средства для защиты растений от вредителей. И, конечно же, сад – это еще и отличное место для отдыха. Все для того, чтобы обустроить уютное место для досуга, можно приобрести в этом магазине. Садовая мебель, лавочки, раскладушки, лежаки, шезлонги, кровати, раскладные, односпальные, двухспальные, а также пластиковая мебель и на металлокаркасе. Любой сад должен быть не только функциональным, но также эстетичным, красивым и ухоженным. Оформить территорию можно с помощью художественно-декоративных элементов и малых архитектурных форм. Для этого в Алмазе представлено оборудование для фонтанов, помпы, подсветки подводные и надводные и всевозможные элементы декора. А для тех, кто выращивает на своих подворьях виноградники, есть необходимое оборудование для виноделия. Все товары, которые нужны для ремонта дома, можно здесь найти в полном ассортименте. Если что-то требуется для полива, дачи и для других каких-то целей, также можно здесь все это найти. Консультанты очень хорошо все подсказывают, объяснят. Обслуживание нормальное, хорошее. Подсказывают, какие запчасти, что, какой материал и все это. Молодцы. Мне нравится. Отдел «Все для сада и огорода» магазин «Алмаз» находится по адресу Анапу, улица Толстого, 138. Вход со двора на второй этаж. Телефон 30405. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4-24-19.